Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Цены под контролем. В Анапе проходят проверки цен, установленных на сельхозпродукцию. В Анапе работает школа подготовки приемных родителей. Врачи-миллионеры. В сельскую амбулаторию Цибанобалки приехали работать сразу три молодых специалиста. А сейчас обо всем подробнее. По поручению главы курорта Сергея Сергеева, специалисты управления сельского хозяйства еженедельно проводят мониторинг цен на ярмарках-привозах, рынках и в магазинах города. Наша съемочная группа побывала на одной из таких проверок. Подробности в сюжете. Сотрудники администрации города постоянно проводят мониторинг цен не только на рынках Анапы, но и края. И только потом рекомендуют продавцам цены, которых они должны придерживаться. За счет того, что торговые места на ярмарках-привозах бесплатны, нет других дополнительных расходов на уборку или вывоз мусора, здесь удается держать цены на 15-20% ниже, чем на городских рынках и в магазинах. Всего в Анапе 18 ярмарок-привозов, 5 в городе и 13 в сельских округах. Глава молодец, занимается, чтобы народу что-то сделать. Ну и тут, туда придешь, вот я тут рыбу брал, одна цена, туда пришел почти в два раза больше. А если взять центральный рынок наш, там дороже все, здесь дешево. Почему? И потом удобно, здесь близко, микро-район жилой, очень много пожилых людей, которым добираться это неудобно, тем более в зимнее время. А здесь прям вышел рядышком все. Специалисты сельхозуправления проверили цены на ярмарках-привозах 12-го микрорайона и в станице Анапской, центральном и восточном рынках, гипермаркете «Магнит». Узнали пожелания покупателей. Жительница 12-го микрорайона Раиса Смирнова недовольна ценами некоторых предпринимателей на ярмарке-привозе рядом с 6-й школой. С утра одни цены повышают, с утра я пришла, а к обеду, если появляется, проверяешь, они сразу ставят те, которые положены. Ну так же нельзя, нужно, чтобы наказывать тогда нужно. Запрещать ездить, желающих много. Заместитель главы города Александр Колесников лично проверяет цены на сельхозпродукцию и благоустройство территории ярмарок. Недобросовестные продавцы принимать участие в привозе больше не будут. Еще бы хотел обратить внимание граждан, которые у нас посещают ярмарки-привозы, на то, что на каждой ярмарке обязательно установлен цен с рекомендованными ценами. И также там указаны телефоны контролирующих органов, в том числе управления сельского хозяйства. Если вы видите несоответствие цен, можно будет обратиться в управление сельского хозяйства и другие контролирующие органы с целью того, чтобы обратить наше внимание на данные факты. На ярмарке приглашают производителей сельхозпродукции, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, крупные хозяйства, тех, у которых есть возможность длительного хранения продуктов в больших объемах, чтобы они смогли предложить анапчанам картофель, капусту, лук и другую продукцию по доступным ценам. По данным мониторинга, цены на основные виды сельхозпродукции в Анапе остаются стабильными. Значительного ценового роста не зафиксировано. Быть родителем – это работа. Постоянное внимание маленькому человеку необходимо. Сложно бывает со своим ребенком, а если в семье приемной. На государственном уровне действует программа, по которой организованы специальные школы для тех, кто хочет усыновить малыша или стать ребенку замещающей семьей. В Анапе работает специальная школа для приемных родителей. Будущие приемные и замещающие родители пишут конспекты, изучают, как найти к ребенку подход и создать семье комфортную атмосферу. Государственная программа по подготовке предполагает три блока – юридический, психологический и медицинский. Специалисты дают базовые знания и помогают разобраться в сложных ситуациях. Например, как объяснить ребенку различия между двумя мамами – приемной и родной. Две разные женщины, создавшие твою жизнь. Первая женщина дала тебе жизнь, а вторая учила, как ее прожить. Первая дала тебе желание быть любимым, а вторая подарила тебе любовь. За прошлый год обучение прошли более 80 родителей. Некоторые уходили, понимая, что не смогут справиться. Задача непростая. Большинство выпускников курса уже приняли в свою семью на воспитание малышей. У моих родителей есть двое детей. Они очень интересны, мне с ними интересно. Я у мамы однажды спросила, говорю, мам, а ты представляешь, каково будет, если вот не дай бог, что с тобой, куда эти дети пойдут? Она на меня так жалобно посмотрела, говорит, не знаю. Я говорю, давай тогда тоже пойду посмотрю, узнаю, что. Чтобы детей обратно не отдавать никуда, чтобы не травмировать их. Я их тогда возьму к себе. Анастасия Григоренко на занятия приходила вместе с мужем. У пары двое собственных детей. То, как они преподавали этот материал, для нас все очень было понятно, доступно. И переоцениваешь не только то, как ты будешь общаться с ребеночком, который у тебя появится, но и понимаешь, как общаться с детьми, которые у тебя уже сейчас есть. Эти курсы, они необходимы. Необходимы даже просто для родителей, у которых уже есть свои детки. После того, как в семью приходят детки, центром оказывается постоянное психолого-педагогическое сопровождение. Консультируют родителей и по телефону. Главная цель – помочь детям стать счастливыми, а родителям облегчить процесс воспитания. Научить будущих замещающих родителей тому, как можно воспитывать деток, которые не берут свои семьи. Здесь возникает очень много нюансов. Одно дело, когда свои родные детки воспитывают, а другое дело, когда детки приходят из неблагополучных семей, которые перенесли различные насилия, и физические, и сексуальные, и психологические. Поэтому здесь у деток есть своя специфика. По окончанию занятий родители получают сертификат и знания, которые непременно помогут решить возникающие трудности. Врачи-миллионеры. В сельскую амбулаторию Цибанобалки приехали работать сразу три молодых специалиста. Стимул весомый. На счет каждого участника программы перечислен миллион рублей. Два главных условия программы – возраст до 45 лет и готовность отработать в районной больнице не менее пяти лет. Еще несколько лет назад сельские больницы были укомплектованы медиками лишь наполовину, а средний возраст сотрудников приближался к предпенсионному. Сегодня кадровый состав явно помолодел. В 2014 году благодаря программе «Сельское здравоохранение» сменить город на село решило сразу три специалиста – врач-акушер-гинеколог, врач общей практики и терапевт. При переезде на работу в сельскую местность врачи могут рассчитывать на финансовую помощь в размере одного миллиона рублей от государства. Полученные деньги доктора могут потратить на свое усмотрение. Кроме программы, каждый работник на селе получает зарплату по окладу, а к ней еще 25% выплаты ежемесячно. Взамен подписывают договор ближайшие пять лет работать в местной больнице. Очень хорошая программа, потому что была проблема большая с кадрами врачебными на селе. И сейчас мы смогли решить проблему именно этой программе. Так приближается уровень здравоохранения в сельской местности к городскому. По этой же программе ранее в село Цабанабалка приехали два стоматолога, два терапевта, три педиатра. Большинство врачей в амбулатории – врачи-миллионники. Диана Бегларян узнала про эту программу от коллег. Ранее она работала в городе-курорте Анапа в женской консультации. В профессии 6 лет. Азы получала в Санкт-Петербурге. По словам главного врача, акушер-гинеколог давно был необходим. Без такого специалиста больница просто не может. В семье у Дианы все медработники. Каждый день трудятся с большой отдачей. О свои студенческие годы вспоминает с большой радостью. Проснулась, наверное, и сказала, что я поеду в Санкт-Петербург. Учиться на врача и все. То есть как бы вот так. Все внезапно очень. Я даже не дождалась выпускных экзаменов в школе. В мае уехала на курсы подготовки, репетиторства. Ну то есть так все внезапно было. Нечеба с утра до вечера, до поздна. Как все студенты голодные, холодные. В 6-7 вечера дома только были. И сложно, конечно, учиться. Очень сложно в медицинском. Не просто было застать в кабинете Светлану Губанову. Врача общей практики. Свободного времени практически не бывает. За кабинетом очередь. Светлана приехала работать в село Цибанабалка из Орла. Сразу после интернатуры. Ее рабочий день начинается рано утром. После приема пациентов в больнице врача ждут вызова на дом к больным. Но нам повезло. Светлана была на месте. Про нее говорят. Не она выбрала профессию. А профессия выбрала Светлану. У нее было два пути – стать психологом или поступить в медицинский. Куда она с легкостью сдала все экзамены. Я по своему, например, школу не совсем знала, где я себя вижу. И вот оно как-то, даже жизнь, скажем так, привела меня к этому. Не знаю. Поступала, подавала документы, проходила, поступала и получалось. Благодаря программе сельское здравоохранение в селах, где наибольший дефицит кадров, количество врачей увеличилось. И амбулатория в селе Цибанабалка сейчас полностью укомплектована квалифицированными врачами. Детские мечты сбываются, если этого очень хотят дети и взрослые. Отправив письмо с желанием президенту России Владимиру Путину, маленький мальчик получил в подарок долгожданный планшет. Родители Кирилла с ним и его двухлетней сестрой бежали из небольшого города Антрацит Луганской области. После нескольких месяцев мытарств семья Поляковых временно разместилась в пансионате Черное море, где сейчас проживают еще 58 таких же беженцев. Если бы вот как знать, куда ехать, мы не знали. Нам сказали, вот Краснодар более-менее, так как дети у вас болеют, вам более-менее где-то потепло, потому что на севере холодно. Накануне Нового года Кирилл попросил родителей купить ему планшет, который помог бы в учебе. Мальчик учится в школе номер один, в четвертом классе увлекается математикой. Планшет помогает быть на связи с родственниками, которые остались в Украине. Родители не могли себе позволить такую покупку. Тогда Кирилл решил написать письмо президенту России Владимиру Путину. Я видел, как один мальчик тоже написал, и я тоже захотел, чтобы увидеть своих родных на Украине, тоже захотел написать. И написал, вот и мне прислали. Родители к идее сына отнеслись скептически. Я вообще ругалась. Говорю, ты что, что это тебе обязано? Так у Владимира Владимировича есть свои дела и проблемы. Еще мы вообще никто и будем вот это, ну, мы же не родственники, чтобы писать. Ну, а так как я хочу бабушку увидеть, и хочу вот этого братика увидеть, что родился, и плачет, и я хочу домой. Я сама что-то-то и расстроилась. Ну, я говорю, пиши, ладно, так уж и быть. Письмо прочитали и в администрации Анапы решили исполнить детскую мечту. Спонсорскую помощь оказал один из предпринимателей города-курорта. Сегодня Кириллу вручили новый планшетный компьютер. Мальчик и его мама не могут сдержать слез с радости и очень благодарны всем за поддержку и помощь в их нелегкой ситуации. Спасибо России, что всем помогает и здесь, которые люди находятся и там, и везде. Мы очень благодарны. Спасибо вам большое. На наш вопрос Кириллу, почему он обратился к Владимиру Путину, а не к Деду Морозу, как большинство детей, он ответил очень просто. Так надежнее. И к другим темам. 22 января – день рождения воздушной кукурузы. Попкорн знают все, а вот историю создания лакомства немногие. Как произошло удивительное открытие, расскажем прямо сейчас. Кукуруза, растительное масло, соль и сахар по вкусу. 4 минуты и попкорн готов. Такой способ приготовления кукурузы индейцы открыли еще 4000 лет назад, заметив, что часть зерен взрываются на раскаленном песке. Для изготовления попкорна используется только специальный сорт кукурузы, а именно взрывающийся. Кстати, попкорн поспособствовал и изобретению микроволновых печей. При воздействии на сырые зерна микроволнового излучения, в 1945 году Спенсер увидел, что они взрываются, как и от обычного нагревания на огне. И впоследствии он запатентовал новую технологию. В России попкорн долго не приживался. Первый попкорн-аппарад в Россию завезли американцы еще в 1943 году, но до 90-х им почти не пользовались. Дело в том, что интерес к попкорну появился только с развитием сетевых кинотеатров. Зато сегодня популярность попкорна бьет все рекорды. Для многих людей он необходимое условие для удачного похода в кино. Почти в каждом кинотеатре имеется стойка для продажи попкорна. 2000 порций в день, объем продаж среднего российского мультиплекса. Это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – магазин «Випарт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова